И вы сейчас такие, Дэн, а что такой радостный-то? Бог его знает. Отрезаю трубку, натягиваю ее, одеваю мультифлекс, и останется навешать радиатор. Видно начало резьбы, то есть я могу легко это затянуть. 10 бар атмосферы. Хочется взять и дверь пробить ногой. Но я никого к этому не призываю. Всем добрейшее раннее утро, друзья. А, да, вы на канале «Строю дом своими руками». У кого-то, возможно, возникла мысль, а что это за штуковина у тебя в руке? Так вот, это трубка выхода из стены. Наверное, я не с того начал. Давайте-ка начнем по порядку. Если вы постоянно смотрите наш сериал, то 100% видели, как я закладывал в стену вот такие вот трубки из шитого полиэтилена. Кто уже с этим сталкивался, советовали мне просто вывести трубки из стены. Возможно, я так сделаю на втором этаже в целях экономии финансовых средств или просто финансов. Но сейчас почему-то у меня появилось желание сделать на первом этаже это красиво и по уму. То, что я сегодня с вами сделаю, я думаю, для многих из тех, кто еще не начал свою тему отопления, станет таким звоночком. Потому что плюсов гора. Минус только один. Чуть-чуть дороже. Сразу говорю, это не реклама. Я просто вам делюсь своим опытом. А в этой штуке я уже съел собаку. Скорее всего, сейчас ребята из мегаполисов надо мной посмеются, но для парней из алтайской глубинки это был целый квест. Каждый из этих деталей, которые вы сегодня увидите на сборке, мне приходилось ждать по неделе. Все это я делал в теории, ни разу даже не пробуя это соединить в руках. То есть я получал по почте какую-то вещь и говорил, о, так она вот маленькая, а в интернете она была большая или наоборот. Это прикольный опыт. Я узнал, что такое три четверти, одна вторая. Как полипропиленовые трубы идут по диаметрам и так далее. Это все за полтора месяца, просто полтора месяца у меня было взрыва мозга. Сухоруков Владимир, если вдруг ему кто-то на канале передаст привет от меня, братцы, я буду рад, потому что этот товарищ мне реально много дал знаний. Правда, лично со мной он не захотел общаться, я ему написал письмо, но да не важно. Я думаю, еще познакомимся. Просто я, видимо, для него мелкий сухарь. Кривой гвоздь, мелкая рыбка, ржавая доска. Блин, все, много аллегорий. Итак, мало слов, много дела. Вот это правильно. Я сейчас вам покажу все, что я купил. Так, ну это сшитый полиэтилен, который мы будем сегодня фиксировать. Специально взял отрезок, чтобы на нем порепетировать. Я взял вот такие трубки. Это 20-я трубка на 25 длиной. Хотя она будет обрезаться наполовину, не знаю, зачем их делают такие длинные. Но, наверное, для того, чтобы сделать вывод из пола. Наш вывод будет из стены. Так, прикольней. Вот этот Тимовский поворот. Давайте в описании под видео я оставлю название на все эти вещи, чтобы вам было проще найти. Потому что я все это находил клочками, обрывками. Мне очень помогали в инстаграме. Кстати, наш инстаграм вот здесь. Если подпишетесь, будете видеть все новости раньше, чем они выйдут на канале. Вот, эта штука называется мультифлекс. Он бывает прямой и бывает с поворотом на 90 градусов. Поворот нужен для того, чтобы опять же вывести его из стены. Прямой для того, чтобы вывести его из пола. На нем есть вот такой кран, который, поворачивая горизонтально, перекрывает подачу теплоносителя в батарею. Также на нем есть переходник с 3 четверти на 1 вторую. Дальше по списочку у нас вот такие концевики. Кстати, наверное, неправильно, что я вам не даю цены на все это дело. Давайте-ка пробежимся. Вот такая трубка может стоить от 270 рублей до 1200 рублей. Их нужно 2 на каждый радиатор. Все зависит от фирмы. Вот эта фирма, какая-то Аква, покупал в Леруа, стоила 270. Но мне не хватило, и еще 6 трубок ко мне придут в Рихао. И они будут стоить 1200. За что тут брать лишние деньги? Не знаю. Не знаю. Дальше. Бинокль. Или по-другому, как я говорил, уже мультифлекс. Он может стоить от 440-4 рублей. 444. Эта компания Тим брала у них прям на официальном сайте. И, кстати, спасибо большое. В комментарии вы мне и дали ссылку на этот сайт. Я оттуда и все и взял. И он может достигать цены также в 1200 рублей, если это будет какая-то именитая фирма. Но насчет разницы в них, конечно же, я, наверное, потом расскажу. Я пока не знаю. Дальше. Концевик. Он вам понадобится. Концевик 15 с выходом на 3 четвертых. Концевик нужен для того, чтобы одеть его вот на эту трубочку. Вот. И потом, после того, как вы его оденете, вы его вставите в бинокль. Это все будет вот так торчать из стены. Вчера я заехал в магазин и купил вот такие вот надвижные гильзы на 20. Для того, чтобы натянуть потом сшитый полиэтилен на эту трубку. Если вы понимаете, о чем я. Как это все делается, мы сегодня с вами увидим. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь, будет интересно. А прежде чем мы начнем все сегодня монтировать, у меня есть одна классная новость. В одном из последних видео с переделкой трассы водопровода в баню было несколько комментариев по теме нарушения самого подхода к системе строительства. В них говорится, что правильнее всего было бы сначала сделать проект и уже потом приступать к самому монтажу системы. Возможно, из вас кто-то возразит, да это же хейтеры, не слушая их. Но тут я полностью с ними согласен. И действительно, институт мне дал прекрасное чувство композиции. Валерий Петрович, мое персональное приветствие, если смотрите. Но вот как рассчитывать техническую часть, как правильно работать с проектом, к сожалению, этих знаний я не получил. Если вы начинающий специалист или действующий инженер-проектировщик, возможно, даже строитель, то 100% вы думали о повышении квалификации в руководящей должности. И тут я могу посоветовать вам присмотреться к факультету руководитель проектов строительства от онлайн-университета Geekbrains. Это практически онлайн-курс с гарантией трудоустройства. Суть очень простая. Всего лишь за один год обучения вы владеете всеми навыками проектного руководителя в сфере строительства. Изучите мировые стандарты и методологии управления строительными проектами. Также вы будете уметь составлять проектную документацию, проводить государственные и коммерческие закупки, вносить изменения в архитектурную часть и дизайн, управлять бюджетом. Изучите такие программы, как Microsoft Project, Primavera P6, Smeter, AutoCAD и другие. Во время обучения вы также сможете пройти кросс-функциональную стажировку, а после обучения получите диплом о профпереподготовке с государственной лицензией. И как я уже говорил, гарантированное трудоустройство, это, кстати, будет прописано в договоре. И еще важный момент. Всем подписчикам нашего канала скидка 45% на обучение на курсе руководитель проектов строительства. Просто скажите менеджеру промокод «Строю дом». Переходите по ссылке в описании и давайте прокачаем строительные скиллы вместе. А дальше я хочу показать вам вторую сторону медали, которая нам тоже сегодня пригодится. Коллекторная группа для радиаторов. Почему для радиаторов, вы видите, на них нет расходомеров. На теплые полы идут еще расходомеры, для того, чтобы видеть, какой литраж протекает в каждую секцию трубы. Вот, на радиаторах это не нужно. Калибровать очень удобно. Не калибровать, это же слово называется по-другому. Оно называется... Это же стабилизировать-то как оно, блин. Так вот, сегодня мы сделаем с вами полный цикл, кроме установки радиаторов. И еще нам понадобится на 20 вот такие вот... Блин, я все время забываю это слово. Но главное, посмотрите, как это выглядит, и вы все это поймете. Это для того, чтобы просто взять трубку и ее уже установить на коллектор. Теперь, почему я заморочился делать это все быстро? В комментариях мне кинули классную мысль. Денис, если ты сейчас установишь радиаторную сеть хотя бы по первому этажу, то ставь самый простой электрический обогреватель, и ты сможешь уже к марту сделать дом теплым. И уже можешь работать в нем, и тебе будет удобно. Осталось только найти эти 100 тысяч на радиаторы и на котел. Как говорится, будет день и будет пища, жить не торопись. Я все-таки не перестаю думать о том комментарии, где сказали, что два года ко мне назад заходили на канал, и ничего не изменилось. Это, конечно, слушать неприятно, но в чем-то здесь есть правильность. Да, я долго строю, но все это обуславливается финансами, только финансами. Сейчас все дорого. В пример, многим говорю одну такую классную вещь. Раньше на 100 тысяч рублей я мог строить целый сезон. Теперь 100 тысяч рублей может поместиться у меня в багажнике, и даже не закрыв обзор заднего вида. Начиная вот сейчас с работы с отоплением, у меня каждый этаж выходит в 150-170 тысяч. Это не считая котельной. Ну, например, просто скажу, на каждой из этих этажей уйдет по 600-метровой бухте теплого пола. Это не считая фитингов и всего остального. 600 метров, чтобы вы понимали, это приблизительно 50 тысяч рублей. Это только бухта теплого пола, для которой нужна сетка, нужны крепежки, нужны мевизалка, нужны утеплители, нужны грибы. Был бы я, наверное, чуть богаче, наверное, было бы чуть проще. Но здесь, в свою очередь, есть один большой плюс. Здесь связалось мое небольшое финансовое состояние с моим большим желанием построить этот дом. Вот этот симбиоз, он, собственно, и дал нам то, что мы имеем. Итак, вход в радиатор по вот этой нижней кромке. Даже вот этот болт мультифлекса, он чуть-чуть входит в радиатор. Буквально на миллиметра 3. Иными словами, он должен находиться где-то вот здесь. То есть 3 сантиметра от края радиатора и в высоту миллиметра 4. Приблизительно. Мультифлекс должен быть вот так. Поэтому я и вырубал по верху. Соответственно, трубка должна быть по самый верх. Вот. Смотрим, сколько она уходит вглубь. Мы можем в любой момент еще немножко там даже доработать. Я думаю, что я сейчас там это так и сделаю. Поэтому вглубь она у нас уходит вот на вот это расстояние. Теперь, смотрите. Сам мультифлекс трубка заныривает на полтора сантиметра. Из стены по 22 радиатор до центра мультифлекса 7 сантиметров 6 миллиметров. Минус полтора мы получаем 6 сантиметров. То есть от отметки, которую мы сделали из стены, мы прибавляем 6 сантиметров. И здесь можно трубку отпиливать. Все просто. Я не понял. Ну, очень интересно. Еще раз занырнули. Вот наша отметочка. Сюда прибавляем 6 сантиметров. И вот когда мы оденем мультифлекс, у нас он как раз и будет центр его на 76. Это для 22 типа. Для 11 типа там, по-моему, 6 с половиной сантиметров. То есть на сантиметр меньше. Для 33 типа честно не подскажу, потому что 33 типа в моей системе не будет. Ну, вот по этим типам все понятно. То есть сейчас я это отпиливаю, отрезаю трубку, натягиваю ее, одеваю мультифлекс. И останется навешать радиатор. Как я смотрел в умных книжках, многие монтажники, они идут от обратного. Они сначала вешают радиатор, а после чего уже устанавливают эти трубы. Мне показалось удобнее наоборот. Мне будет очень легко сейчас монтировать это без радиатора. Конечно же, я потом вам покажу полный цикл, когда они приедут. Но опять же говорю, что в нашем замечательном глуши, так скажем, не хочу называть это другими словами, ну, все очень тяжело. И радиатор ко мне приедет минимум через 3 недели. Еще одно философское откровение от меня. Мне в жизни попадаются только хорошие люди. Это не рекламный пост, но когда я решал вопрос по сшитому полиэтилену, в нашем городе найти инструмент для работы с ним пока все еще почему-то крайне сложно. Видимо, не все еще знают о инновациях, да я и сам. Уже зная о них, использовал простой полипропилен, вы это видели. Общаясь с одним из монтажников по имени Евгений, классный парень, очень много чего мне подсказал. Собственно, и про 20-й полиэтилен тоже его идея. Он говорит, заехай в Катунь. Там есть любые вариации по инновациям. И там есть директор такой, Евгений Иванович говорит, если ты со своими упертостями и интересностями к нему подойдешь, вы точно найдете общий язык, потому что он во всей этой кухне варится лучше всех нас. Именно так и произошло. Я обратился к нему, и он говорит, да без проблем, надо, бери. Так вот, Евгений Иванович дал мне вот это оборудование. Я сейчас хочу показать вам, как мы будем работать с этой трубкой. Очень все просто. Я покажу сначала наглядно, как она прицепляется к коллектору. Потом мы это сделаем уже на месте. Хорошо? По привычке я использую простые ножницы. Но есть еще вот такой вариант. Правда, я его взял для того, чтобы ровненько отпилить трубку. Хотя им можно и сшитик, говорят, пилить. Ну-ка, попробуем. Ну, я это делаю первый раз в жизни. Я думаю, сейчас те, кто уже работают с этим полиэтиленом, они как бы... И все, он срезал. Что касаемо сшитого полиэтилена, честно, мне показалось удобнее его резать ножницами. Итак, сначала мы одеваем гайку. Потом мы одеваем заужающее кольцо. И уже только потом мы берем этот замечательный инструмент и расширяем. После чего мы берем конус, вставляем. Колечко возвращаем на место. Тогда я еще не знал, что тот евроконус, что мне продали, был для стенки 2 мм. Мой же сшитик со стенкой 2,8. В любом случае, штуку, которую я изобрету в конце видео, советую вам взять на вооружение. И гаечку теперь нам надо накрутить. А колечко утопить. Она очень упростила мне работу в дальнейшем. Но этот вопрос мы решим чуть позже. Давайте вернемся к нашим Г-образным трубкам. Так, 6 см. Когда мы оденем мультифлекс, у нас до центра увеличится еще на 1,5 см. Чтобы было нагляднее, покажу. Вот это граница стены. Вот так мы вставляем. И у нас получается 7,5 см. Ровничком. Первый раз в жизни держу в руках подобный резак. Поэтому, разумеется, осторожничаю. Но я делаю это аккуратно, чтобы ничего не поломать. Мне как бы оборудование дорогое. Смотрите, как ровненько все. И еще один момент. Теперь в идеалочку, чтобы было, нужно вот эту часть завальцевать. Но в начале обязательно не забыть одеть концевики. Я обратился, когда к Евгению Ивановичу. Говорю, а дайте, если у вас есть инструмент для развальцовки. Он говорит, Дэн, просто круглую отвертку берешь. И вот так пару оборотов. Я говорю, да нет, так же не получится. Он говорит, да ты попробуй сначала. Прикольно. Реально. И, кстати, если вдруг потом у меня с концевиком будут проблемы, то резинку на нем я легко заменю, даже если у меня развальцован этот конец. Даже говорят, что тут уже лезячку можно будет заменить, если сильно не развальцовывать. Но развальцовывать советуют. Хотя, опять же, это по документам не обязательно. Так, ну все, круто. Этот элемент готов. Сейчас я его еще развальцую. Но сначала, наверное, все сделаю. А потом пойдем дальше. Так как на этом этапе все штробы типовые, обрезаю все трубки по первому шаблону. Ну со второй-то уже быстрее получается. Концевичок. Не забываем. Это важно. Видите, она еще когда обрезаешь, она немножко заужает. Надо, конечно, расширять. Это правда свалится, не дай бог. Никого не призываю использовать отвертку, но, как говорится, на безлибье. Это тоже вариант. В конечном итоге наш узел будет выглядеть вот так. А из стены будет торчать только вот этот клочок трубки. Снизу радиатора будет видеться все вот в таком ключе. То есть, вот все. Начинается дальше радиатор. Хочу сказать о плюсах этой системы. Первое. Не нужно будет резать ничего в ламинате или керамике. То есть, никаких отверстий. Ничего. Дальше. Всякие роботы-пылесосы, так как и простые пылесосы, ни обо что не будут биться. Потому что ничего не мешает. Никакие плинтуса резать не придется. Минусы. Если вы будете использовать дорогие фирменные системы, типа фирменных систем. Немецких, польских, чешских и так далее. То каждая трубка будет выходить вам приблизительно в 900-1000 рублей. Соответственно, это 2000 только за две трубки. И плюс мультифлекс 1000. 2500-3000 рублей вы потратите плюсом каждому радиатору. Но, благодаря этим затратам, вы получаете эстетику. Я пока не решил, как я буду делать на втором этаже. Возможно, это будет точно так же, как и вы советуете в комментариях. То есть, просто загну полиэтилен и все. А возможно, буду делать по-умному. Посмотрим. Итак, едем дальше. Как я и хотел устанавливать самый верх. Обязательно нужно надеть гильзочку. Так, отрезка ровная, все хорошо. Гильза одевается вот этим натяжным кольцом вверх. Раз. Два. Один. Так одеваем. Ну, по идее, так. Получилось. Так, следующее. Так, скидываем. Скинули. Ага. Готовимся к зажиманиям. Здесь важно, чтобы у нас соосность совпала. Все, трубочки готовы. Накручиваю угловой подвод запорными кранами. На Г-образные выводы и останется только заправить сшитый полиэтилен в штрабу. Вот так это будет выглядеть. Сейчас я это все упакую и зафиксирую уже в стене. Вот ровно 7,5. Сначала к радиатору прикрутим все. Потом закидаем раствором. Линия номер 1 готова. Один из больших плюсов мультифлекса, это то, что у него есть кран. Смотрите, хоп. Хоп. Он закрыт. То есть теперь туда внутрь ничего не попадет. Для полной надежности. Потому что нам пока это не нужно. Сделаю вот так. Один момент, который я уже сейчас определил, и он, я считаю, важен. Это то, что когда вы эти трубки отпиливаете, не старайтесь сразу максимально напречь резак. То есть потихонечку. Когда напрягаете сильно, он завальцовывает внутрь. И потом развальцевать тяжеловато. Тем более, что, ну, к сожалению, в моем городе нет развальцовывательных инструментов. Были бы, конечно, проблем тогда ноль. А в данном случае, вот, приходится изощряться. Так как все проемы у меня одинаковые, я могу смело брать за основу первый шаблон. И по нему все отмечать. Все штробы я делал совершенно идентичными. Ну, а как показала первая штроба, все круто. Все классно. Кстати, посоветуйте эти трубки выбрасывать, или они могут куда-то пригодиться. Для чего они могут пригодиться? Скажите. Вы смотрите, там не переключайтесь. Впереди мы еще коллектор будем ставить. Не представляю, как это делать. Попробуем. Работа с пеноблоками – это одно удовольствие. Перфоратор рубит, как по маслу. Дорабатываю штробу для подводов. Хочу сделать акцент на полезности заклейки концов трубы перед монтажом. Знаете, даже маленький кусочек в системе может натворить немало плохих дел. Чтобы шуба не мешала работе, мой совет зафиксировать ее скотчем. Жаль, я поздно к этому пришел. Надвигая гильзу, ждем бесячего скрипа. Опа! Характерный звучок, слышите? Сразу проверяем кольцо. Кольцо – это очень важно. Почему-то мне кажется, что где-нибудь, когда-нибудь, я забуду его одеть. Я надеюсь, этого не произойдет. Так, 30 градусов. Раз, 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 раз. Обязательно, 30 градусов. Кстати, видите, она немножко не доходит, потому что это разные компании. Реха у них покороче, а у Аквапрофи у них подлиннее. Но когда я натягиваю гильзу, она еще немножко завальцовывает туда. Сейчас я вам покажу. Я вот, смотрите, один уже работаю как вдвоем. Прижимаем и поехали. Раз, два. Все, теперь зафиксировано. Можно затягивать. Раз, два, три, четыре. Так, характерный скрипт где-то? Вот он. Видите, как соединилась? Просто прекрасно. Так, монтируем обратно. Берем бинокль. Этот бинокль называется правильно узел подключения радиатора угловой с шаровым затвором. Хотя, согласитесь, что-то в этом есть. Второй подвод побежден. Ура, накрываю пылезащитой и двигаемся дальше. Впереди нас ждет интересная идея. Парочка слов о новом шуруповерте Деко. Свет, это просто круто. Очень удобно. Еще минутка работы над подводками и переходим к коллектору. Вот видите, сколько там всего лишь осталось? И сейчас она вообще до конца затянется. Смотрите. Видите? Освобождаем скотч. Сделал небольшое ТО. Я промазал он тем силиконом или смазкой. Вот эту часть, чтобы ничего здесь не портилось. Теперь мы берем его. Берем сам коллектор, инструменты и надвижные гайки. И идем в наш санузел вешать коллектор. Так, в промежуточном этапе хочу сказать, что я въехал в большой пень. Просто в пень. Просто в пеньчище. У меня есть сшитый полиэтилен 2,8. В таком виде ничего не вставляется. Это просто бесполезно вот так вставить. Поэтому надо немножко расширять. То есть вот так она вроде как одевается, но сюда вставить невозможно. Когда я расширяю с кольцом, то вот это не одевается уже резьба на место. Понимаете? Вот это уже не могу одеть. Но вставляется зато фитинг. Позвонил ребятам, сантехникам. Ну, у них это все проще. Они чаще всего со стенкой 2,8 не работают. У них двушка и с ней проблем меньше. Попробую нагревать феном. Она сузится и вот эта должна натянуться. Возможно. Сейчас будем что-то изобретать. Ну, друзья, оставайтесь с нами. Наблюдайте. Подача у нас нижняя. Значит, я должен выбрать все обратки. В прошлых выпусках мы уже установили анкера в стену. Сортирую линии по назначению и вешаю коллектор. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Это вот сюда. Как говорится, с богом. Что-то мне подсказывает, что я делаю не совсем правильно. Потому что... Нет, я делаю правильно. Просто неправильная здесь, мне кажется, гайка. Ладно, пробуем. Блин, гайка. Нет, так не пойдет. А, нет, пойдет. Смотри-ка. Или не пойдет? Нет, не пойдет. Так не пойдет. Блин. Потому что, значит, опыта нет, а? Да, и так я могу повредить резинки на этом. Прям капельку. Неужели? Неужели? Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Пожалуйста. Ой, ты моя прелесть. Ой, ты моя красавица. Два соединения, по сути. То есть, один радиатор. Впереди еще куча. Но, что скажу. Я немножко наловчился. Использую фен для подогрева. Потому что, похоже, я взял не те... Ну, или те, я не знаю. Но одному, наверное, тяжеловато все-таки. То есть, лучше с напарником это делать. Один должен поддавливать, второй подтягивать. Работа, в общем, непростая. Сейчас вы увидите дальше, я буду показывать. Проблема монтажа только в одно. Мне нужно вот эту гайку поднять вверх. Может быть, есть какие-то запрессователи специальные. Но у меня, к сожалению, нет такого оборудования. Поэтому мне приходится нагревать и тянуть, что есть сил, на себя. Это помогает. Но не сразу. Поэтому ладонь у меня уже вся красная. Пока мозг работает над изобретением подручного инструмента, я упростил работу, используя строительный фен. Ни на минуту не жалею, что недавно купил его. Ребят, но это только благодаря вашему вниманию. Потому что пока я это не показывал на кадры, у меня не получалось. Все благодаря вам. Я пока не затягиваю до конца, хочу посмотреть на компрессии и уже дотяну. Ну, это идеально. Вот то, что сейчас получилось, наверное, это опыт все-таки. Да. Вот так выглядят, собственно, упаковки с евроконусами. Как я делаю дальше? Я опускаю пониже, смотрю, где резать. Беру свои любимые ножнички. Делаю это на глаз. Почему на глаз? Объясняю. У меня здесь есть возможность опустить, приподнять. Это все зальется в пол. И пока меня это не напрягает. Но вы лучше вымеряйте это все линеечкой. Не надо ориентироваться на меня. Но вот как я сейчас одел вот эту, вот эту предыдущую, если так работать дальше, то я не против. Я готов работать дальше. Но как было с первыми, это было тяжело. Очень тяжело. Берем замечательный аппарат Евгения Ивановича. Заходим в очередной раз. Большое спасибо. Блин, что расширите или запрессоваться? А, запрессуется. Не повторяйте такое. Зря я так начал, конечно, делать. Но теперь уже буду допинывать. Нет, сря. Выдергивал уже на психозе, палец поранил. Почему так нельзя делать? Смотрите, видите, резинка. Она порвалась. То есть, когда ее втыкаешь, резинка зацепляется и рвется. Нельзя так делать. И еще конус помял. То есть, это конус на выброс. Хорошо увеличиваем и вставляем не силой, а спокойно. Потому что силой ответ вы видели. При нагреве специально придерживаю трубку рукой, чтобы чувствовать температуру. Зацепилось, затянулось. Ура! Делаем все красивенько сразу. Вот с этого момента больше так и не получилось надвинуть следующую гайку. Настроение очень поменялось. Хочется взять и дверь пробить ногой. Или взять ключ, короче, и прям вот этот коллектор весь разбить этой ключом. Вы это не увидите, конечно, в кадрах, но мне хочется. Я сделал всего третий радиатор. Нет, я сделал два радиатора и третий даже не закончил. Ладони красные. Терпение кончилось. Ставлю вопрос ребром. Так, я должен объяснить в двух словах. Я хочу сделать специальный съемник, который будет натягивать одно на другое. Ну, я думаю, у меня получится. Потому что... Да потому что у меня всегда получается. Вот этим болтом мы будем запрессовывать внутрь. Но по-другому никак. Я показал бы вам сейчас мозоли. Блин, надо показать. Я просто руки убил на этой работе. Я так не готов делать. Так, варим дальше. Быстрее. Надо уже доделывать работу. Съемничек очень простой будет. Вот эту штуку я сейчас приварю вот сюда. Сюда будет вставляться шитый полиэтилен. А здесь приварю болт, которым будет это впрессовываться. Вот как-то так. Осталось почистить это все. Поставьте, пожалуйста, на паузу. Напишите комментарий, как вы считаете, штука это будет работать или нет. А в конце видео мы увидим. Вот. И вы сейчас такие, Дэн, а что такой радостный-то? Да потому что мой пепелац работает. Понимаете? Мне запрессовать всего лишь нужно миллиметрик. Потому что пальцы, я говорю, уже не держат. И этот миллиметрик очень легко запрессовывается этим запрессователем. Ну давайте посмотрим теперь, испортил ли я что-нибудь. Видно начало резьбы. То есть я могу легко это затянуть. Давайте, не теряя времени, погнали это все дело, ну, использовать на практике. Друзья, склад у нас пустеет, очень активно. А это значит, что скоро он наполнится новым свежим медом. Но это будет не раньше, чем в июле. Поэтому разбираем все, что осталось и будем ждать новый урожай. Это просто прелесть. Все. Вот о чем я мечтал, чего мне не хватало. Этих полтора миллиметриков всего-то. Как все стало просто, а? То есть вот такая вот конструкция, которая очень легко закручивается. А чтобы верхняя резьба, то есть верхняя часть не портилась, на нее одевается вот такая вот самовращающаяся подставочка. И все, и она запрессовывает. Все просто и легко. Это чтобы вам наглядно было видно. Никаких повреждений. А резьбу видно. Суперчку выравниваем. Друзья, у кого-то может возникнуть вопрос, зачем я использовал Stout 2.8. Бог его знает. Наверное, потому что с отоплением я связываюсь в первый раз и думал, что стенка 2.8 это плотнее и будет лучше. На самом деле 2.8 это для того, чтобы выдержать 10 бар атмосферы. В моей же котельной, в частном домостроении, больше 3 атмосфер в котел подать нельзя. Конечно, я перезаложился. Если честно, я доволен тем, что я так сделал. Но я никого к этому не призываю. Так, немножко подытожу. Вот так я это вижу, вот так я это представлял. Это у меня пойдет полипропилен на радиатор окна. Он будет полностью везде открыт, потому что эту часть, скорее всего, я не буду закрывать бетоном. Тут будет такая техническая зона. Остается у меня восьмой выход. Он планировался на полотенцесушитель. Но полотенчик мы решили пустить через систему рециркуляции горячей воды. Он будет вот здесь висеть. Таким образом, радиаторная сеть почти завершена. Нам осталось всего лишь поставить 3 радиатора Г-образные трубки, бинокли, или, как я и говорил, уже угловые повороты, и навешать радиаторы. И можно будет уже подключать какой-нибудь котел с расширительным баком и пускать сюда незамерзайку. Ну, там этилен, гликоль, или я еще, кстати, не изучал вот эти варианты. Там один токсичный, второй нетоксичный. Но тот, который токсичный, он считается лучше. Если вы что-то порекомендуете, будет здорово. И еще вопрос. Один всего лишь вопрос еще задам. Я слышал, что якобы, если я беру котел и пускаю туда незамерзающую жидкость, то я теряю гарантию. Правда ли это так? И на весь ли котел я теряю гарантию, или только на насосную группу этого котла? Мне это интересно, потому что все будет оборудование новое, и если я пущу сюда незамерзайку, ну, я так называю это образно, то потерять гарантию на все насосные группы, на котел и так далее, это, конечно же, ну, не мой вариант. И еще, насколько эта незамерзайка влияет на сталь? То есть, у меня много железа в системе, или это совершенно без разницы? Знаю, что ее все равно разбавляешь водой, наверное, без разницы. Поздний вечер. Я скажу, что я справился сегодня с этой работой, но было тяжело. Удовольствие от установки коллектора я вообще не получил из-за этих натягиваний евроконусов. Вся проблема в том, что я использовал, видимо, не те евроконусы, или второй вариант, что не тот сшитый полиэтилен. То есть, 2,8 стенка, конечно же, натягивается очень тяжело. Зато есть большая уверенность в том, что течь ничего не будет, потому что натяжка мощная, держать он будет хорошо. Хорошо. Доходило до того, что я уже думал, может, подпилить немножко, чтобы зацепщик был. Но, конечно, не стал этого делать. Съемник очень помог. Ну, вы видели, изобрести его очень несложно. Штука полезная. Придумал уже его просто от безвыходности. Не знал, как по-другому это все натянуть. Поэтому вот съемничек помог. Не знаю, стоит ли опять показывать, как это все выглядело. Вы днем это все прекрасно заметили. Мне кажется, получилось неплохо. Вот эти штуки напрессовывать было одно удовольствие. Сложности никаких. Но с коллектором, еще раз говорю, я намучился. Если бы была труба сшитого полиэтилена 2,2 стенка, проблем бы не было. Но на 2,8 натягивать этот конус тяжело. Съемник помогает. Опять затянул видос. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok